Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Начнём с вопросов с сайта, которые пришли на сайт. Я напомню нашим слушателям, что у вас всегда есть возможность отправить вопросы нашим спикерам на сайте. Накануне прихода гостя мы выкладываем анонс. Вот два вопроса там есть. Их чуть больше. Два человека задали вопросы. Ольга пишет. Будет ли справедливая Россия выдвигать кандидата на выборы губернатора Кировской области? Ничего не слышно по этой теме. Только от вашей партии. Надо, кстати, напомнить, что вчера выдвинулся Кирилл Черкасов. Сегодня регистрировал документы. От СССР не слышно ничего. Да, мне кажется, справедливый вопрос в наш адрес. Мы единственная партия, кто не анонсировала выдвижения кандидата в губернаторы. Мы делаем это, может быть, даже намеренно, потому что в данный момент всё-таки ещё продолжаются консультации, в том числе и в Москве. Всё ещё продолжается. Всё ещё продолжается. Сейчас Сергей Доронин как раз в Москве обсуждает этот вопрос. Я думаю, рано или поздно вы услышите фамилию нашего кандидата. Фигура будет достойна, если всё-таки мы примем решение выдвинуть нашего кандидата. Но я убеждён, что в той конъюнктуре, которая сложилась в Кировской области, выдвигать кандидата от «Справедливой России» надо. Мы ушли от идеи поддержки единого оппозиционного кандидата. Да, вот здесь поподробнее, пожалуйста. Мы ушли от этой идеи, потому что считаем, что второй тур губернаторских выборов гораздо выигрышней в той ситуации, когда будут представлены все политические партии и все оппозиционные, в том числе, кандидаты. Почему я так говорю? Потому что если взять, скажем так, потенциально набранные проценты, то можно сделать вывод, что действующий в Рио губернатор не сможет набрать более 50% голосов, что требует закон. И возможен второй тур губернаторских выборов. И уже тогда, на втором этапе голосования, мы будем принимать решение о поддержке того или иного кандидата от оппозиции, кто займёт второе место. Если это будет наш кандидат, безусловно, все силы и нашей партии, и все силы будут брошены на переговоры с другими оппозиционными партиями для того, чтобы поддержать нашего кандидата во втором туре. Если это будет кандидат от ЛДПР либо КПРФ, то, естественно, мы бросим все силы для того, чтобы поддержать их кандидатов. Потому что, мне кажется, на сегодняшний день очень перспективной и политически правильно будет поддержка именно оппозиционных кандидатов. Потому что та ситуация, экономическая ситуация, которая сложилась в Кировской области, она заставляет говорить об этом. Про экономическую ситуацию поговорим чуть ниже. Вы говорите про то, что рассчитываете на второй тур губернаторских выборов. Во-первых, какие основания у вас так говорить? Почему вы считаете, что Игорь Васильев, например, не сможет победить в первом туре? Напоминаю, что он тоже уже выдвинулся. Вы знаете, это и мое мнение, и мнение достаточно узнаваемых экспертов в экспертном сообществе Кировской области. И они выдвигают одну и ту же версию, что на сегодняшний день при всем уважении, при всей определенной поддержке Васильева, он на сегодняшний день не набирает то количество голосов, которое позволяет ему пройти с первого тура. Это какие эксперты? Это федеральные эксперты, местные эксперты сходятся в этом мнении? У меня знакомые есть и федеральные эксперты, и местные эксперты. К сожалению, фамилии называть не буду, чтобы не оказалось на них какого-либо давления. Но мне кажется, здесь конъюнктура такая, что Игорь Васильев деятельностью своего правительства, личной деятельностью, пока не набрал то количество голосов, то количество поддержки населения, которое позволяет ему пройти в первом туре. Ну вот ситуация такова, и это не только мое мнение. А решение выдвигаться разными, а не единым кандидатом в губернаторы от оппозиционных партий, это решение отдельно каждой партии, или это ваше какое-то совместное согласованное решение КПРФ, ЛДПР, СССР, может быть, кого-то еще? Я не думаю, что это какое-то согласованное решение. Скорее всего, это решение наших партий единолично. То есть мы приняли такое решение, что нам кажется, нам видится, что именно поддержка единого кандидата на первом туре выборов, она нецелесообразна. А что вам дает такую убежденность думать, что если будет второй тур, и нужно будет поддерживать кандидата от любой из позиционных партий, то, например, ЛДПР и КПРФ поддержат вашего, если он будет лидировать? Ну, естественно, убежденным именно в этой поддержке, стопроцентной поддержке быть не стоит, но, тем не менее, переговоры ведутся. Я думаю, что в конструктивном ключе переговоры приведут к положительному решению по поддержке оппозиционного кандидата. А уверенность в том, что, скорее всего, будет второй тур губернаторских выборов, нам дают цифры замеров. Проводились закрытые социологические замеры. Цифры я вам называть не буду. Но именно эти цифры показали возможность предстоящего второго тура выборов. И именно на основе этого, в том числе, и, скорее всего, мы делаем такое решение. Ну, вот вы, Алексей, практически ответили на вопрос нашего слушателя Николая на сайте хакира.ру. Он спрашивал у вас, как вы думаете, много ли кандидатов на губернаторских выборах наберут нужное число подписей муниципальных депутатов? Ждете ли второй тур? На второй вопрос вы ответили, что ждете. А что касается подписей? Насчет подписей муниципальных депутатов я нисколько не хочу комментировать выдвижение самовыдвиженцев. Мне здесь кажется, что кандидат в губернаторе Кировской области должен иметь партийный окрас. Он должен выдвигаться от партии. А, как вы знаете, по закону парламентские партии не собирают подписи муниципальных депутатов. Не проходят так называемый муниципальный фильтр. Поэтому здесь будет борьба исключительно среди, как мне кажется, исключительно среди партийных кандидатов. Понятно. И тогда второй вопрос еще от Ольги. Будете ли вы лично выдвигаться в Гордуму? А справедливая Россия ведет ли подготовку к ним? Я напоминаю, что мы беседуем с Алексеем Кузьминым, депутатом нынешнего САЗОВа Городской Думы. И вот Ольга вас спрашивает, что со следующим САЗОВом? Вы там? Естественно, я баллотируюсь в депутаты Кировской Городской Думы. Я считаю, что за тот промежуток времени, который я находился в Городском Собрании, я вел достаточно активную и созидательную работу. Мне есть чем похвастаться, есть рассказать о своих достижениях. Я отчитываюсь перед избирателями, отстаиваю интересы избирателей и своего округа, и всего города, потому что я все-таки кандидат по единому городскому избирательному округу. То есть у меня все жители города Кирова, это мои избиратели. И, естественно, каждое обращение я не оставляю без внимания. В эту кампанию я выдвигаюсь на своем избирательном округе. Я надеюсь, что жители моего округа меня поддержат и поддержат весь список Справедливой России, потому что у нас будет выдвигаться очень мощная, сильная команда. В городскую думу мы собираемся набрать большее количество голосов, нежели на той выборной кампании. Мы рассчитываем на то, что избиратель нас поддержит. У нас конструктивная городская программа, и вообще все наши кандидаты, они всегда конструктивны. У нас партия конструктивная. Мы не огульные критики, мы не критиканы. Мы всегда, если критикуем действующую власть, то мы всегда предлагаем какую-то альтернативу. Мы всегда говорим свое мнение и предлагаем альтернативу. Поэтому голосовать за нас выгодно протестному избирателю. А вот в рамках действия нынешней городской думы, которую называют практически недееспособной и наши слушатели, и многие наши эксперты, СРМ что-то удалось сделать? Вы знаете, у нас в самом начале, как только Дума сформировалась, у нас было 5 депутатов из 36. Чтобы вы понимали, что это достаточно небольшой процент из присутствующих, и диктовать свою повестку дня, отстаивать свои проекты бывает достаточно тяжело. Но даже в пятером, а вот сейчас в четвером, нас осталось четверо после различных уходов депутатов в ЗАГС, собрания и так далее, нас осталось четверо, свою повестку дня диктовать еще сложнее. Но мы пытаемся, мы работаем, мы защищаем и муниципальную собственность от разбазаривания, и пытаемся... Ну так вот, если честно сказать, что значит мы пытаемся, что значит мы содействуем, какими методами вы действуете? Если четырем солдатам трудно отстаивать позиции, им приходится с кем-то вступать в коалицию, например, да, с единороссами, с ЛДПРовцами, но иметь каких-то соратников. И может быть, какие-то конкретные примеры сможете привести? Все правильно, действительно, договариваться между собой надо, я убежден в том, что не бывает жесткого политического противоборства внутри парламента. Надо прежде всего отстаивать интересы своих избирателей и всех кировчан. И когда речь идет о серьезных вопросах, которые касаются тысяч наших горожан, то непременно надо договариваться и с другими политическими силами. Мы постоянно ведем дискуссию и в каких-то вопросах мы договариваемся и с членами коммунистической фракции. Алексей, это все вода, вот сейчас то, что вы говорите насчет договоренности. Приведите пример. Скажите, вот как это было, например, да? И вот честно, где противостояние, где линия фронта проходит в городской думе? Она вообще есть? Знаете, линия фронта может проходить только на линии фронта. В городской думе это городской парламент. Здесь надо работать и дискутировать. А дискуссия должна выходить в конструктивное русло. Это я сейчас воду полил. Что касается конкретики, то и среди членов Единой России в городской думе немало людей, которые могут и не по партийному голосовать. И такие прецедентные случаи были. Бывают депутаты поддерживают и коммунистов, и нас поддерживают. Ничто не выбит из села Алексея Кузьмина. Он все равно будет говорить, что городская дума это действительно парламент и место для дискуссий. Правильно я вас понимаю? Я абсолютно в этом убежден. Вы оцениваете и нынешний созыв городской думы все-таки работоспособным и конструктивным? Вы знаете, очень серьезный и я думаю, что главный негатив действующей городской думы это то, что она обновилась за период своей работы почти на 30%, если не больше. Всякие ротации, уход депутатов, уход избрания депутатов в областной ЗАГС собрания, переезд депутатов в другой регион. И все это накладывает свой отпечаток в работу. А еще, наверное, отсутствие достаточного количества ярких личностей, которые выходят в эфиры, дают интервью и рассказывают так публично, как это делаете. Например, вы, как это делал когда-то, Владимир Журавлев, о работе городской думы. Может быть, еще и это? Естественно, и это тоже проблема. Я призывал своих коллег и до сих пор призываю, если под конец городской думы еще они опомнятся и все-таки станут выходить на связь, высказывать публично свою точку зрения, не в кулуарах, не в кабинетах правительственных или администрации города, а публично. Я всегда призывал это делать и не бояться публичности, не бояться СМИ. А вы как-то страдаете от того, что вы публичный человек и вы не боитесь СМИ? Вы как-то страдаете в своей бизнес-деятельности? Нет, нисколько не страдаю. Кто-то ставит вас к стенке и говорит, что ты там, Кузьмин, опять сказал. Ну-ка, ты давай тут соблюдай партийную дисциплину. Нет, нисколько не страдаю. Наоборот, мои коллеги по партии, например, очень поддерживают меня в том, что я иногда высказываю точку зрения партийную на публик и иногда нашим коллегам не удается так массово донести партийную точку зрения. А мне вот почему-то удается. Потому что я не стесняюсь, не боюсь СМИ, не боюсь высказывать свою точку зрения. Она у меня всегда есть, независимо от того, партийная она, не партийная. Я обычный человек и никого не чураюсь, никого не боюсь и никто не диктует мне, как себя вести, ходить в эфирах Москвы, например, или не ходить, писать в газету или не писать. Алексей Кузьмин, депутат Городской думы от партии СРФ у нас сейчас в гостях. Напоминаю, что у вас все еще есть возможность задавать вопросы на сайте eho.kira.ru. Я сейчас отслеживаю и в режиме онлайн будут задавать их нашему гостю. Но насчет высказываний давайте поговорим. Эта тема, несмотря на то, что спровоцирована федеральным спикером, я бы так сказала, тем не менее, мне кажется, касается каждого из нас. Я имею в виду выступление Владимира Соловьева в эфире Вестей. И последовавшая на него реакция. Ну, помните, да, Владимир Соловьев говорил о людях, которые вышли на акцию 12 июня в весьма специфической форме. Довольно эмоциональной и с выражениями, которые многих заставили дискутировать и в соцсетях, и писать открытые письма на Change.org с требованием снятия Владимира Соловьева с эфиры федеральных СМИ и прочее. Речь идет о молодежи. И вот мой вопрос такой. Если все говорят про молодежь, и режим считает, что ее нужно отвлекать от Навального, то как вы думаете, вот этот пассаж господина Соловьева, он достиг своей цели? Он куда бил? Про 2% дерьма мы говорим. И про мажоров, и детей коррупционеров. Как раз хотел напомнить нашим слушателям о том, что Владимир Соловьев вот так уничижительно и оскорбительно отозвался от всех, о всех, кто принимал участие в этих акциях. Действительно, от 2% даже это слово не хочу повторять, но тем не менее. И если честно, даже комментировать это не совсем хочется. Почему? Потому что вот та желчь и та злость по отношению к инакомыслящим, а я считаю, что вот эти протесты 12 июня, это протест инакомыслящих. То есть люди недовольны сложившейся экономической ситуацией, люди по разным причинам вышли на улицы, унижать их, оскорблять и говорить о том, что они дети коррупционеров, причем все дети коррупционеров, это все мажоры. Мне кажется, это уже нездоровый комментарий. Если раньше я к Владимиру Соловьеву относился весьма уважительно, и даже в свое время, будучи руководителем молодой гвардии «Единой России», мы приглашали Владимира Соловьева в Киров. Он вел лекции для наших партийных и молодогвардейских активистов. Он и сейчас с удовольствием это сделал. Да, он и сейчас это с удовольствием бы сделал. И я всегда уважительно к нему относился. Я перечитал все его книги. Достаточно интеллигентный в свое время был и образованнейший человек. Но вот после этого комментария лично у меня отношение к нему изменилось в худшую сторону. И считаю, что Владимир Соловьев уже в пропагандистском экстазе, уже совсем забылся и начинает сравнивать людей с нелюдьми и так далее, и так далее. Ну, это его позиция. Мне кажется, человек уже заигрался. Что касается вашего вопроса относительно того, надо ли ставить молодежь на место, надо ли им объяснять какую-то политическую точку зрения, то мне кажется, власть в последнее время с молодежью работает слишком топорно. Очень топорно, неаккуратно, несовременно. Те пассажи, которые мы видели с вами, например, видеоклип на YouTube Vox, малыш, да, называется. Ну вот, кроме как осваивания бюджета, я по-другому прокомментировать этот ролик не смогу. А что касается топорности, то раньше, опять же, вернусь в прошлое, раньше, чтобы убрать молодежь с улицы, чтобы, как в свое время мы выражались, снять оранжевую повестку дня с улицы, были созданы общественные движения, вот молодая гвардия и наши. Вот мы, как мне кажется, работали тогда не топорно. Мы предлагали конструктивную повестку. У нас была политическая программа, политические лифты, у нас было серьезное образование, причем не политическое, а действительно интеллектуальное образование. То есть мы готовили, то есть наша организация готовила молодое подрастающее поколение к государственной службе. То есть мы занимались позитивом, у нас была позитивная повестка. Сегодня позитивная повестка пропала, исключительно негативная повестка и повестка противостояния. Вы и мы, мы и они. И это ни к чему хорошему не приводит. И мы видим, что все больше и больше школьников на митингах. Мы видим, что школьник не понимает тот посыл, который действующая власть ему посылает. И самое главное, школьник видит те проблемы, которые нарастают в стране, а это именно коррупционная составляющая действующего правительства, какие-то коррупционные постоянные скандалы. Мы это все видим, и молодежь это все видит и выходит на митинги. Да, кстати говоря, о молодежной повестке. Прямо сейчас ведь проходит пятый форум и пятый день форума Иволга. Это региональный молодежный форум Павловского федерального округа. Достаточно известный, мы его ярко освещаем. И по окончании этой недели, когда все вернутся, мы обязательно здесь тоже об этом поговорим. Вот прямо сейчас на поляне, там на Иволге, находится делегация правительства Кировской области. Я тут вижу уже в фотоотчетах Дмитрия Саныча Курдюмов, в каких-то интерактивных очках. Тут же его замы стоят и говорят, что Игорь Владимирович Васильев тоже прямо сейчас там находится. А к вопросу о молодежной политике. Я не помню, чтобы такая большая делегация от Кировской области на Иволгу вдруг приезжала. Это тоже показатель того, что, конечно, в свете того, что сейчас происходит с митингами и выходом молодежи на улицы, государство сейчас скажет, да, займемся-ка мы молодежкой. Опять. И будут спускать какие-то поручения. Ах, вру, шестой уже день сегодня форума. Это, извините, с поправочкой. Как раз я вижу, что Игорь Владимирович действительно вот есть фотоотчет, выступает на форуме. Надеюсь, он придет и расскажет, что он думает о молодежной политике. Что делать нужно вот в отдельно взятом регионе? И возможно ли сделать в отдельно взятом регионе хоть что-нибудь, что будет направлено на позитивную повестку молодежи? О чем так много говорят чиновники и политики. Дайте нам позитив. Дайте нам позитив. Как-то мы должны давать позитив, а они нам дают позитив. Не знаю, может быть, как раз они правы. Я не знаю. Вот они сейчас вернутся с Иволги. И что? Что они там увидят? Вы же знаете, как рассуждают современные чиновники. Чтобы с чем-то бороться, либо что-то создать, надо разработать программу. Дорожную карту. Надо написать методичку и дорожную карту. И все это подкрепить законом, утвердив его в областном законодательном собрании. И бюджетом. Да, и бюджетом, естественно. Мне кажется, такие топорные методы уже не работают. Они не современные. Сегодняшняя молодежь, она крайне информативна. У нее информации столько, сколько у современного чиновника за десятилетия не накапливалось. Поэтому с современной молодежью нужно работать современным языком, современными технологиями. Что нужно дать кировской молодежи, чтобы она, положим, не чувствовала себя, во-первых, в клетке какой-то, двумя процентами, которым затыкает рот, чтобы они не чувствовали себя. И в то же время чувствовали, как вы говорите, себя в общемировом тренде. Что вот для них открыты все пути и лифты, как вы говорите. Современной молодежи надо самоорганизоваться. Самоорганизоваться и самореализоваться. Это самое главное. Потому что то воспитание в духе коллективизма, коллективного сознания и мышления, оно уже исчерпало себя. Это не современно. Современная молодежь — это личности, индивидуальности. И если дать возможность молодежи либо собраться в какие-то... Вот у нас есть молодежный, там то ли правительство, то ли парламент. Вот видите, вы даже название не знаете, и я тоже даже не слышал о нем. Одно или другое. И знаю, что он где-то там существует, но о его деятельности я не слышу. Поэтому, естественно, вопросов много, что организовываться надо снизу. Игорь Владимирович приедет и скажет, так организовывайтесь. Снизу. Организовываться надо снизу, а не сверху. А, вот. Все. Поняла. Мнение Алексея Кузьмина, депутата городской думы, нынешнего созыва о том, что нужно делать молодежи, чтобы им жилось хорошо. Самим брать власть в свои руки. В том числе. Правильно. Так, продолжаем разговор. Я хотела поговорить с вами по поводу команды Родина. Интересная история получается. В этот четверг, 22 числа, приедут в город Борис Скрынник и Сергей Мяус. Это первые люди в хоккее с мячом. Целые два первых человека приедут сюда. И при этом Андрей Маури, который является представителем попечительского совета хоккейного клуба Родина, заявляет, что найдена какая-то крупная федеральная структура с отделения в Кировской области, которая погасит долги по зарплате и оплатит взнос для вступления в Суперлюгу в новом сезоне. После такой новости, какие перспективы вы видите в отношении команды Родина и вообще всей этой истории? Потому что Родина сама по себе, это не просто какая-то, мне кажется, какой-то локальный факт. Вокруг нее и правительство крутится, и выборы крутятся, и что будет дальше, непонятно. Вы знаете, если бы действительно ситуация была близка к разрешению, а именно был найден титульный федеральный спонсор, который готов был закрыть все существующие долги Родины, которого не называют, да, которые в нескольких десятках миллионов рублей, и давать деньги на продолжение выступления нашей любимой родной команды, вокруг которой действительно не только сами хоккеисты объединены, но и половина города. Мы раньше видели полностью заполненные стадионы. Но мне кажется, что если бы ситуация была близка к разрешению, то сюда бы не приезжало руководство хоккея с мячом. Сейчас мы на этой интригующей фразе остановимся и прерываемся на короткую рекламу, после чего снова здесь, в этой студии, особое мнение Алексея Кузьмина. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». В студии Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает Алексей Кузьмин, депутат городской думы. Мы говорим о родине и о приезде господ Скрынника и Мяуса, первых лиц от хоккея с мячом. И Алексей до перерыва сказал, что приезд этих двух чиновников от спорта означает, что вопросы по родине отнюдь не сняты, а наоборот, скорее. Это мое мнение, и, скорее всего, это так и есть. Почему? Потому что больше всего я и болельщики родины хотят услышать конкретные даты. Даты того, когда родина реанимируется, выйдет ли родина на следующий этап, выйдет ли родина в Суперлигу. И я хочу, чтобы эти даты, эти конкретные цифры были озвучены до 10 сентября. Если эти цифры не будут озвучены до 10 сентября, значит, это исключительно предвыборный ход. И, к сожалению, почему-то меня наталкивает это на мысль, что именно так может эта вся история завершиться. Я искренне желаю родине встать на ноги, чтобы город вновь обрел свой суперклуб, чтобы болельщики родины также тысячами посещали наш стадион, чтобы со стадионом вопросы потихоньку начинались разрешаться, потому что там ситуация достаточно плачевная и с раздевалками, и с самим полем. И тренироваться хоккейный клуб не может в таких условиях. Эти все проблемы надо решать, и не только в рамках предвыборного проекта, эти проблемы надо решать вживую и здесь и сейчас. Поэтому и вот была моя такая фраза, что надо бросить выборы, надо все бросить и спасать родину, потому что родина важнее. Да, это мы читали как раз в комментариях ваших. Суммы какие-то вы себе представляете, какие должны уйти на родину и на стадион для того, чтобы мы получили свою суперкоманду. Потому что пока что мы видим каждый раз отрывочные истории, где закрываются и латаются дыры прямо сейчас. Уходят четыре игрока, надо срочно что-то делать. Они все равно уйдут, нет? Если мы говорим о глобальном спасении, о системном спасении нашего хоккейного клуба, то цифры должны исчисляться десятками миллионов рублей, а может быть даже сотнями. Потому что вопросов слишком много, проблем очень много накопилось. И решать эти проблемы надо здесь и сейчас, и системно. А что касается спасать или не спасать, то я убежден, что спасать надо. Почему? Спасать надо. Это единственный хоккейный клуб профессиональный в нашем городе. Что он нам дает? На кого равняться молодым пацанам из детской школы. Может быть молодым пацанам дать этих денег? Где-то на детскую школу потратиться. Пусть примерами будет команда из других городов. Пускай будут примеры со своими звездами. А мальчики получат, может быть и девочки даже появятся, и получат хорошие стадионы, хороших, хорошо оплачиваемых тренеров. Вот, кстати, сейчас группа молодых людей смотрит из-за стекла над нас. Вот они все, может быть, получат новый шанс. И без того, чтобы тратить такие большие деньги на отдельно взятую профессиональную команду. Мне кажется, эти ребята уедут в другие регионы. Уедут в другие регионы. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что в других спортивных школах, может быть, уровень будет выше. И в жизнь свои спортивные достижения ребята привнесут. А плохо то, что уедут из Кирова. И здесь не будет спортивной настоящей хоккейной команды. То, что происходит сейчас. По всем абсолютным видам спорта. Талантливые ребята перебираются в крупные или в крупные федеральные школы, в федеральные спортивные центры. Я считаю, что это политика последних лет, политика областного правительства, которая не была нацелена на то, чтобы сохранить этих молодых парней и девчонок в нашей Кировской области. Последний вопрос. Вы считаете, что в такой области с таким дефицитом, и бог с ним, даже если дефицит вдруг сейчас замечательные программы финансового оздоровления выровняют, но все равно дотационная область. Это возможно вообще? Вы знаете, возможно все. Создавать свои крупные спортивные центры за счет чего? Вы знаете, возможно все, и любая политика, любой государственный или муниципальный деятель должен быть нацелен на то, чтобы учитывать интересы горожан или там жителей Кировской области. И приведу пример Сингапур, который еще несколько десятков лет назад был рыбацкой деревушкой. И то, что сейчас произошло в Сингапуре, это показательный пример эффективной работы, эффективного управления власти. Отдельно взятых практически одного менеджера. Ну там не одного, группы менеджеров, но это управление. Если будет грамотное, эффективное управление, то любой регион, любой город можно превратить в конфетку, в том числе и спорт в этом регионе. Вот насчет грамотного управления и насчет финансов в оставшееся время поговорим с Алексеем Кузьминым, депутатом городской думы. Мы говорим о программе финансового оздоровления области, которая опубликована все-таки, хотя ее долго разыскивали журналисты для того, чтобы можно было с экспертами проанализировать. Все-таки ее выложили, и мы уже на прошлой неделе и с нашими экспертами тут в эфире стали, и ее разбирали. Там, поскольку она в открытом доступе, тут цитировать мы подробно не будем сейчас. Я просто хочу у вас спросить, какие у вас ощущения, Алексей, после прочтения этой программы? Она на 90 страницах. Я прежде всего хочу обратиться к нашим слушателям, чтобы они прочли эту программу. По этой программе предстоит жить тысячам жителей Кировской области, поэтому они должны на себе, скажем так, уже ощутить те последствия, которые могут возникнуть. Это первое. Второе. Эта программа создана исключительно ради затягивания поясов и исключительно для того, чтобы сокращать расходы. Как любой бизнесмен или антикризисный управляющий может вам сказать, что затягивать расходы бесконечно нельзя. Надо увеличивать доходы. Так вот, самое важное, что необходимо делать действующему правительству, будь оно действующее, либо после 10 сентября другое правительство, это прежде всего увеличивать доходную базу областного бюджета и заниматься экономикой региона. А вы там не увидели, как доходная база будет увеличиваться? Я увидел там какие-то единицы предложений по увеличению доходной базы и масса предложений по сокращению расходной части бюджета. Доходная база, налоги, штрафы ГИБДД, снятие льгот. Массовая прописка юридических лиц в соседних регионах показала, что давление на бизнес ни к чему хорошему не приводит. И налоги не то что не будут увеличиваться, они будут сокращаться, если такая тенденция сохранится. А прежде всего действующему, либо вновь избранному правительству надо заниматься экономикой и увеличением доходной части бюджета. Вы предметно с экспертами садились, разбирали эту программу. Вы увидели для себя что-то ценное и со знаком плюс, и со знаком минус, например, чтобы рассказать? Так, точный, подробный анализ этой программы мы еще не делали, потому что, как вы правильно отметили, официально она опубликована совсем недавно. И мы с коллегами, безусловно, соберемся и будем обсуждать этот документ, и свои корректировки и предложения обязательно сделаем. И вопрос в том, только какому правительству мы будем делать эти предложения? Действующему, вновь избранному, либо совершенно другому правительству? Вот об этом главный вопрос, и мы хотим, чтобы жители региона прочитали эту повестку дня, будущего дня, и сделали свой выбор, жить нам по такой программе или не жить. Оставшееся время на дороге отпустим. Очень много нареканий на дорогу, которую делают сейчас между Кировом и Русским. Много материалов. В частности, ее называют очень плохой, так скажем, раз мы сегодня не цитируем. Все в крепких выражениях на прошлой неделе было. Все в крепких выражениях. Дорогу расширяют, дорогу в глину влажную, мокрую, в лужи кладут наш знаменитый Чембулацкий, растворяющийся в воде, известковый щебень. И люди, которые так долго ждали эту дорогу, на русской мы знаем, говорят, что это практически издевательство. Я там не была, своими глазами не видела. Что вы знаете про это? Вы знаете, директор дирекции дорожного хозяйства господин Минкин постоянно говорит о том, что вот этот московский подрядчик, который выиграл самый большой дорожный тендер, он все сделает в срок, все качественно. И те проблемы, которые у него возникают, они связаны не с этой дорогой, а с тем, что асфальт там по весне вытаил, а документация составлялась зимой. Ну, постоянно какие-то аргументы, какие-то причины ищут. Но мне кажется, здесь достаточно все банально. Здесь подрядчик экономит на всем, что можно сэкономить. Это первое. Второе. Любой грамотный дорожный специалист скажет вам, что чембулатский щебень не подходит под дорожное строительство, потому что он слишком мягок. Подходит для дорожного строительства исключительно уральский щебень, который достаточно твердый. Но вот дирекция дорожного хозяйства в виде заместителя дирекции утверждает следующее, что чембулатский щебень в ямах, ну, если мы говорим о ямочном ремонте, ну, просто когда посыпают щебнем, чембулатский щебень лежит два дня, а уральский три дня. И мы не видим разницу между поставками того и другого. То спрашивается вопрос, зачем тогда вообще укладывать тот или иной щебень в эту яму. Может быть, надо применять другие, более современные технологии. Ну, а вот ныне там аргументы все те же. И бороться с такими подрядчиками, мне кажется, надо уже другим путем в виде штрафов, в виде преждевременных гарантийных там обязательств и так далее, и так далее. Потому что то, что происходит с трассой Киров-Русска, оно не выдерживает никакой критики. Местные жители меня понимают, которые ездят каждый день по этой злополучной дороге. Но я убежден, что этот московский подрядчик должен понести финансовое наказание. И, не дай бог, этот подрядчик сгинет на просторах московских юридических фирм. Очень бы не хотелось, чтобы администрация города допустила этого. Но, тем не менее, есть такие опасения, есть такие риски, что проект не будет завершен. Проект по ремонту дорог или конкретно это? Именно этого участка, потому что мы с вами говорим о самом жирном контракте. Это Киров-Русская. Все остальные участки как с горем пополам, но все-таки реализуются, потому что там подрядчики местные. А здесь непонятно, в каком виде и какой техникой работает подрядчик. Мне рассказывали, в том числе и депутаты, что видели там трактор с двумя пьяными укладчиками. И, собственно, только они выполняют какие-то работы. Хотя по планам там должны быть уже совершенно иные виды работ. Ну вот, мы посмотрим, еще подождем неделю-две. Я думаю, что администрации города надо брать все в свои руки и наказывать рублем такого подрядчика. Алексей Кузьмин, это его особое мнение. Вы сегодня слушали. Благодарю за участие в программе. Особое мнение. В микрофон работала Светлана Занько. До свидания. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM